Друзья, всех приветствуем, очень рады всех видеть. Мы по вашей опять просьбе много закидали письмами, чтобы, ну, слон. Ну, в принципе, была затравочка такая, что он пообещал, расскажет историю тюремную, как вообще начинался его путь и что за движ произошел. В криминальном ремесле. Да, в криминальном мире. И вот он, друзья, вот этот криминалитет. Слава Украине, героям слава, да? Не, вот так вот. Вечно. Слава Богу. Слава Богу. Слава Украине. Слава Богу, слава Украине. Слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Новая тема. Еще новая, старая. Старая. Старая, новая. Сережа выступает сегодня в роли интервьюера. Будет интервьюировать молодого. Я тогда с вашего позволения сниму. Обязательно. Чтобы сверлить его взглядом. Нет, показывать глаза, что я все-таки не убитый, да? Нет, выпаливать. Я хочу просто, ну, вообще цель, я хочу увидеть, ну, действительно, он проходил прописку или нет. Если он не проходил, то мы сейчас просто ему зададим пару труков, каких-то, пару уроков. Пару трюков. Пару трюков. Пару трюков. Потому что лоховская жила, не понят, куча шрамов, блядь. Может, по самом деле, это так чисто для понта. Лоховская жила, может, где-то имеется все-таки. Вот надо и вычислить, выцепить. Ну, вырезали лоховскую жилу? Что мы чувствовали в тот момент, когда вот, ну, ты молодой пацан, малолетка, малой, вообще малой. Ты заходишь в тюрьму, тебя заводят на тюрягу. Ну, вот эти вот первые страхи твои, вот эту вот, ну, всю вот эту дежуху мы рассказывали вам. И вот интересно, вот, ну... Как у тебя это все произошло? Как ты докатился до того, что тебя в 15 лет посадили... Да, приняли в 15, и в 15, в принципе, да, меня посадили... Ну, грубо говоря, да. Ну, давай расскажем, с какого возраста ты начал хулиганить или что-то? И что ты вообще делал? Ну, в принципе, я не хулиганил, а, ну, в принципе, я... Я жил таким образом, почему? Потому что, ну, в семье было мало денег, там, еды, там, того-сего. И приходилось идти воровать. Не потому что там на тот момент я еще там наркотики особо не употреблял. Ну, там, такое, там, таблетки мог съесть раз в неделю, трамадол. Ну, а так, в принципе, воровать... То есть ты кормилец семьи, получается? Не, ну, не семьи, хотя, ну, в принципе, работать я начал, работать я начал с 12 лет. Еще когда мой отец был живой, он брал на стройку еще работать. А с 12 лет уже работал на стройке, копал там траншеи по доллару за метр, понимал? Платили там доллар 70 глубина и метр длина, короче. По доллару платили, мы там на корчеватых вложили траншеи, короче, телефон провожали, кабель, понял? То есть я, палац, палац Украины мы строили тоже, ну, батя там это, а я там в подсобниках, малой, короче, мне там было. А сколько тебе было лет, когда батя ушел? Ну, это, это я уже на Белой Серкви сидел, где-то 20 лет было мне, да, когда батя умер. Ну, было 20 лет, это как раз я был в Белой Серкви сидел, там года три уже. Оставалось пару лет, ну, отец умер. Ну, это чуть забежали вперед. Да, забежали вперед, и вот началось вот это, ну, то есть зарабатывать я начал, в принципе, с 12 лет. А вот, ну, и крась, ну, воровать, начал там тоже где-то, то есть минус 13-14 лет. Ну, то есть, а заставило меня, не то, что там наркотики заставили, а заставило, ну, тяжелая жизнь, хотелось лучше жить, хорошие кроссовки, там, то-сё, хорошо одеваться. Ну, короче, так, потому что в семье, ну, что, мама на стройке работает, папа на стройке работает, но денег как-то... Ну, хотелось быстрая на шару, в принципе, как и у всех. Ну, кроссовки, там, хорошо выглядеть, девочки, там, гулять. Ну, не хотелось быстрая, все равно, даже если воровать, это все равно не быстро и не на шару. Ну, то есть, воровство, это тяжелый труд на самом деле. Нет, но это ты потом в процессе понимаешь, что это очень тяжелый труд, а тебе кажется, что что-то вообще укрась, ты украл, живешь. Украл, выпил в тюрьму, да. Ну и за что, получается, тебя вот закрыли? Первый раз меня поймали за магнитофон автомобильный, в детстве, ну, воровал, короче, магнитофоны. Ну да, машины ножницами, там, ножницы носил под стелькой, все как всегда. Ну, короче, портил машины, да, и взломал. Ну, взломал, да, машины забирал, там, колонки. Кстати, друзья, вот этот человек, мне много кто писал, что вот раньше, вот как вообще происходило, вот магнитолы крали. То есть мало того, что ломали тупо личинки ножницами, так еще и брали, когда... Не иногда открывался. Не, иногда, но большинство, то есть ломали, короче, личинки, и большинство магнитола, когда не вылазило, то есть... С торпедой вырывал. Вырывал, вырывал, с торпедой. С мяса, все, 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 все. Так, а как ты ее... Вот он, вот он. Нет, а послушай, раньше автомобильные магнитолы прикручивались на все, что возможно. Да, так, ну да, и вот, вот он. Вот он, оказывается. Ломал, один из них. Ну, то есть забрали все, и колонки вот-то вырывали с этими, с картами, со всем, что такое возможно. А блин, какие-то куши серьезные, помимо магнитола находил что-то в машине, я просто не находил. Было, ну, немного, но много не находил. Ну, я за свою жизнь, ну, сколько, максимально, это сколько было, ну, там десятка долларов было. Ну, не в машинах, конечно, но была десятка долларов, залетала. Ну, то, вот, другая история. Да, да, я имею в виду, я просто как-то залазил в машину, понял, и мы в аптечке как-то нашли бабки. Ну, вот в аптечке. Не, много. Знаешь, такая кожаная аптечка, такая, вот, вот, старая. Такая кожа, дермантин. Ну, дермантин, да, она, типа, там, понял, такая, на замочке, чики. Старенькая, по трёху. Открываешь, да, а там, короче, бабки. А второй раз нашли фуражку полицейскую, понимаете? Ну, бля, не рассказывай. Что мы с ним эту, ну, просто... Милицейскую. Да, да, милицейскую еще. Естественно, начались не извращаться, такое наделали. У насрали мне. Ну, да, ну, хотя я, признаю, я не хотел. Чё, не хотел, хотел видать сильно. Бля, хотел, да. Ну, было тогда у меня такая мечта. Ну, понятно, возвращаться на милицейскую фуражку. Да, вот такая вот движу. И вот, ну, там, меня поймали, дали три года условно, три года условно. Ну, за то же там очередное, а вот посадили конкретно меня тоже, опять-таки, это было у меня под домом, под домом, прям, последний подъезд в моем доме. Там тоже стояла машина. Соседи, будем так, говорит, только с пятого подъезда. Ну, как говорится, у себя пословица это. Там, где живешь, там не срешь. Ну, короче, нагадил, нагадил. Оказывается, она, хотя она говорит, что я там слепая и так далее, у меня там, я инвалид и так далее. А хотя живут на пятом этаже и на суде там, короче, заговорили меня на это вот. И, короче, дали мне, получается, три с половиной года срока. Было у меня три условно и добавили полгода и дали, короче, три с половиной года. Это мне было 15 лет и дали три с половиной, и я поехал на малолетку, на Бережаны. О, вот так расскажи вот этот сам момент. Вот, смотри, вот сейчас вот отбрось все вот эти вот там какие-то мысли в голове. Вот погрузись вот в ту атмосферу, когда ты вот сроедела. Понял? Вот тебя везут, короче, ты едешь на тюрях. Вот КПЗ, тюрях. Сердце в жопе. Вот ты вот заходишь вот тюрях, а вот продол тебя ведет именно прапорщик в какую-то камеру. Вот расскажи, что ты ощущал тогда. Блин, страшно, ужас, страшно. Тем более, учитывая, что, ну, там, по слухам, ну, что рассказывали, что там нормальная жопа, то идешь, то сердце в жопе, а именно в жопе на самом деле. Ну, например, что ты слышал по слухам такое? Да что, жестко, ну, потому что сидят все, короче, от русского общества. Ну, например, что, насилуют. Не, не насилуют, ну, вот эти прописки, я это слышал, что там издеваются, ну, там, прикол тянут. Если там не это вот, то потом конячишь, там, стираешь, носки, короче, посуду носишь, баночки, короче, все, что таково можно. Ну, короче, прожарка жесткая. Ну, все слышал. Ну, давай, как с тобой, что произошло? Давай открывайся. Давай открывайся. Не, ну, прописку проходил? Нет, давай изначально, поехал ты, заезжаешь в Тюрягу. А, нет, подожди, секунду. Короче, 3.01. Нет, секунду. Что нет? Секунду, это еще до райдела. Ага. Было еще до, в райделе еще было, ну, у меня была там ситуация, у меня там, короче, погиб друг, там, то, сё. Я уже на тот момент, когда уже заезжал в райдел, я уже был, короче, в системе на Трамадоле. Да, и, ну, короче, в райделе, я говорю, давайте там скорую, потому что уже, бум, я в райделе просидел 35 суток. 35 суток. Да, 35 суток, да, на тот момент там много кто сидел, там, по три недели, там, по месяцу мог, там, кто, ну, короче. И на десятые сутки уже было плохо, сильно плохо, я там уже и отжимался, и падал, и прыгал, и приседал, ну, потому что плохо было. А Трамадола кумарит, сильно кумарит, да. Сильно? Очень сильно. Мне кажется, что даже, ну, от Ширки не так кумарит. Ну, даже мне, ну, я еще не знаю, как от Метадона, от этого кумарит. Ну, короче, кумарила Трамадола страшно, сильно выкручивала руки, ноги, очень сильно. Ну, и пришлось, короче, вскрываться, вот у меня шрам вот этот, вот. Ну, 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 вот, видишь, ну, за свет еще дожди, ну, она, это очень важно, вот это, да? Короче, где-то там шрам. Где-то там шрам, вот дырки, вот это скобы были, понимаешь? Ну, ну, помню, что рассказывали, там можно фильтр подпалить, там, чик-чик, спрессовать его, короче, и фильтром. Разрезать под сигареты, разрезать это вот. Это работает на самом деле. То есть его поджигаешь, спрусовываешь, и потом берешь, и он, ну, то есть реально режет. Ну, он как пластик. Да, 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 и реально он режет. И вот это я фильтром сначала, короче, верхний слой, короче, раз это вот. И именно с никотиновым фильтром? С никотином, ну, да, да, да. О, ты вообще экстремальный. Короче, разорвал нормальный кусок ширины. Ну, понимаешь, что до мяса дойти не могу, а надо, блядь, сделать жестко. Начал кричать, получается, в райделе, в хате, кабура, типа, есть, ну, где воздух заходит. Ну, да. Я думал, там начать кричать, люди, помогите. Ну, короче, в эту кабру. Да, ну, плохо там, ну, чтобы, типа, что-то сделали. Потому что эти продольные не ведутся, там, какой врач, иди, блядь, спать нахуй. Так это, подожди, я чуть провтыкал, это первый раз ты заезжаешь, ты на кумаре уже, блядь? Да, да, да. И, короче, я смотрю в эту кабру, а там, короче, в кабуре, вот, если там кабра квадратная, понимаешь? В углу, прям в кабуре. Не кабру, а труба, вытяжка. Ну, труба, ну, или кабра, там, труба, блядь, да. Короче, в трубе, блядь, стрела спод арбалета лежит. Ну, видно, или стреляли, там, строили с кем-то, понял? А, ничего. Металлическая стрела. Я ее, блядь, достал, а со мной сейчас сидело там три человека. Я давай этой стрелой штрикать, короче, в руку, понял? Она туда заезжает, она даже не вен. Я вот это с куском мяса вырывал, вот так. А нафига ты это делал? Ну, надо было вскрыться, чтобы меня на больничке свезли, там, укололи каких-то препаратов, бы плохо было. Аналоги нас не ведро. Цель. А что они еще уколят? Ну, цель, чтобы мы укололи, аналоги нас не ведро. Я, короче, разорвал эту, короче, руку, вот такая вот херня раскрылась, да. И потом взял этой кровью, короче, там, начал мазать стены, короче. С граффити, да? Там мазал, ну, у меня уже шиза там ебало уже в голове. Любви достойна только мать. Ну, короче, там, описал, взял в дверь тоже, там, само стекло, обхаривал и позвал этого, блядь, продольного. Говорю, иди сюда. Он пришел, в шоке был. Мы, по-моему, все стены в крови, вот так вот. Еще и лужа такая, раз, здорово. Ну, короче, вызвали врачей. Меня не укололи. Говорят, соли насыпьте ему на руку, короче, и замотайте, по-моему. А ты такой, не зимний соль, блядь. В оконцовке приехали, даже на больничку не забирали, просто приехали по месту, так как кабана, понимаешь? Не только как слона, блядь. Три скобы, нахуй, гах-гах по месту, понимаешь? Вот так прям по-живому, чик-чик-чик. Присыпили, короче, и взяли меня на решку вот так приковали, вот так, чтобы я больше не вскрывался, понимаешь? И висел вот так, короче, я. Это тебе было 15 лет, да? Ну, да, да. Ты такой, короче, дерзкий в 15 лет, блядь, не фигайся. Я по сравнению с тобой вообще просто лошара был. Я, блядь, скромный, блядь, парнишка, блядь, вообще. Сознание терял. Сознание терял, при виде, блядь, мне кровь с лены брали, сознание терял. Отвечаю. Сел, полторы суток где-то висел. Ну, в принципе, оно мне и помогало, понял? Потому что, ну, короче, я когда уже хотел, ну, типа, вырубало меня спать, понял? Короче, я же вот так же стою, а руки-ноги затекают, понял? И автоматом от того, что затекает, короче, меня, в принципе, не кумарило, понял? Оно как-то сыграло свою роль, там, такой. Да, меня там не выкручивало, потому что я раз, повисусь, ты, ну, блядь, да. А ты вообще по жизни склонен к преувеличению или нет? Нет, чего? Нет, так просто. Сложно, ну, просто нет. Это не просто, просто. Нет, просто ты в крови, куча кровяки, тебя пристегнули, там, это, да. Ладно, поехали дальше. Это было просто, блядь, я, может, если был бы я трезвый, там, без кумара. Это было где? В райделе, в Днепровском. Это в райделе, ага. Потом все, потом дальше путь, КПЗ, да? Да. Блядь, представляю, что там было в КПЗ, блядь. Да, ничего не было, на КПЗ все было нормально. Единственное, что, сука, был, заехал, блядь, тоже писюн газированный, столько в шею привел, сука, да, я, я столько еще не видел. Заехали на КПЗ, у нас там было где-то человек 10, по-моему, да, и закинули к нам малолетку, это то, что я такие, помню, там, вспышки конкретные, понял, а чего были, там, проблемы, били кого-то там, там, и так далее. Завезли, ну, и сидим же, что-то, мол, заехал пару дней, тут все начинается что-то чухаться, понял? Чухаться, тут раз, один, там, хуйня, такую хуйню достается, вот такого здорового, понял? Ну, смотрим, ну, били вывшие, там, поиск, понял? Ну, да. А эти, что-то, ну, больше всего, и такой он там, в точку, нахуй, ну, там, смотрим, что-ка-то, а ну, блядь, давай, ну, короче, задираем мы так вот ему футболку, короче, понял? Ну, столько я еще не видел, но натуре не видел. Ну, вот этот, задели, как-то, вот такой слой, ну, где-то вот так вот было, вот так, их было просто тысячи, наверное. Ну, так вот, все, блядь, в этой вшатне, сука, страшно. Насиливший его, да? Ну, то есть, он, он, по этому, в принципе, и не снимал, не раздевался, потому что их там такая тьма была, а-а-а-а. Ну, короче, пришлось его, блядь, побить, сука, немножко. Ну, только лишь за то, что он проморозился, понял? Хотя мог, блядь, заехать. А, только за это? Да, только лишь за это, почему? Потому что, не, ну, серьезно. Не, ну, это... Его, в принципе, никто не тронул, если бы он просто заехал, сказал, мне такая ситуация на прожарку, сдал бы все Да, как не знал, их так много было, что просто, блядь, там невозможно не знать, там, сука, вот таким футболкой, она бежать сама будет, нахуй, впереди, блядь. То есть, понял? Ну, это, то, что помню, да. А, в принципе, на КПЗ, ну, было прикольно, по-своему, такая движуха, знаешь. А что ж там прикольно, что с утра там не это? Сцены вот эти. Ну, сцены, да, построения там, то есть, все. Какие построения? Там бежишь, блядь, если идешь, блядь, палкой в голову бьют. Нет, ну, слушай, по этому, по краю, по краю, да. Растягивают, что жаба. По краю, блядь, в камере же, они пересчет, там, то есть, все. Это вообще жесть, я помню, КПЗ, это вообще, я там был двое суток, для меня это показалось именно ад. Хотя мне в КПЗ понравилось, это такое, что там воду там отключают, понял? Оу, в воду подай, ну, помнишь? Короче, тебе нравится такая движуха, да? Сцены, нет, мне такая движуха не нравится. Ну, так по, КПЗ мне понравилось. Я имею в виду, на тот момент, после, ну, после райотдела, после райотдела, то есть, было нормально, это было, ну, ну, шарик, а не те, там, вода, оу, это, оу, по утрам, блядь. Зато в райотделе, блядь, нету, по месту, это час уже, там, туалеты, там, то есть, все, а, ну, раньше же не было, блядь. Сидишь в камере, о, выпустили, да пошел, ты, знаешь, в туалет. О, приди, возьми сигареты, там, за туалет, ну, то есть, понял, надо было что-то или давать, или там, это вот. А в КПЗ, ну, что, есть туалет, есть, это вот, ну, вода, правда, там или тоже шутка набор, сколько ты там был? В КПЗ тоже был где-то, по-моему, два месяца. Блядь, че ты, где-нибудь, блядь, 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 ну, полтора, ну, а че так долго тебя там держали? Ну, раньше столько и держали, ну, блядь, я... Ну, ладно, я терю, полтора-два месяца держали, сколько же, ну, что, в этом, гипер, блядь, е... Ну, сколько, ну, сколько... Да он не склонен к преувеличению, я уже сказал. Я терю, что полтора-два месяца, но раньше, это сейчас, это сейчас даже нету КПЗ уже. Я помню, если держали так долго, то когда человека не принимали по какой-то причине, вот я уже после кук, когда ехал, у него там или сильно, короче, ну, худой, знаешь, или там побитые, синяки, когда по сыроедел А, у него же был этот, рано. А, порезанный был из-за этого, наверное. Да я хер, ну я знаю, что, блядь, ну. А вы все так сидели там? Ну, кого-то за... Блядь, с нами вспомнил, блядь, еще был, блядь, колбашник с нами в КПП. Это, блядь. Был колбашник. А в каком это году, подожди? Ну, 2000, сейчас, 2000, 2000, 2000 году. 2000? Да. Уже колбашника увидел? Да. Ну, был у нас колбашник. Блядь. Я в 2001 увидел. Нет. Ты в 2001? Да. На Прилуках. Да. Вот тупо на Прилуке заехал. Ну, ты уже свободен. Я под самым, мне где-то неделю оставалось. Я первый раз увидел колбашника. Заехал тип на Прилуке. Ну, 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 это другая история. Ну, ну. Короче, съезжает колбашник. Открывался зверь. Ну, так вперед. Понял? Залетает. Ну, потому что у него уже нету координации. Остановки нету. Понял? Там ловим его. Стоять. Ручник они его. Да. Ручник они посадили, короче. Посадили. Ну, давай же рассказать. Что и как? За что там? Про что? Короче. По-моему. Или на Троицу. Ну, короче. На какой-то такой праздник церковный. Понял? Под церковью, говорит. Под церковью. Открыл машину. Открыл машину. И взял, говорит. Вот такую большую коробку с какими-то делами. Там типа. Посмотреть на него ходить не может. Понял? Взял, говорит. Вот такую коробку большую. Ну, там бежал, короче. Пока бежал. Его там догнали. Побили, короче. Пока в стенку не врезался. Нет. Ну, он говорит. Он говорит. Ну, пока не закрыли, короче. Я еще был нормальный. Понял? Да. Не есть. Это у всех. Да. Как только, говорит. Остановился. Там перестал, короче. Короче. Все. Да. И вот даже. Сидит он там с нами сутки. Там вторые, третьи. Там, понял? Говорю. Давайте, блин, типа нарды слепим. Ну, там нарисовали на полу. Давайте нарды. Слепили фишки с хлеба, короче. Зарики сделали с хлеба. Что же там сделали. И граммеши. Вот это кидок у него. Это до сих пор. Вот так. Кидает. Вылетит. Понял? Понял? Все, блин. Руки вот так. Побили. Я не знаю, как его вообще посадили. Потому что он, ну. Да сколько. Он на буче отряд колдашников был. Он с Серегой видел. Да. На буче был отряд колдашников? Ну, конечно. Ты что, на дарнице там вообще жесть. Они отдельно были на дронах? Не, не то что. Ну, там их много было. Да. Ну, они сошли. Знаешь, именно так вот подбили. Так как раз тогда еще и время нашествия было вообще жесть их. Очень много. Очень много. Очень много. Да. И они вот так вот попадали. Знаешь, как раз время. Он сидел на капасе вообще долго. Бо его не принимала тюряга. Ну, понял? Ну, понятно. Он вообще сидел там, я не знаю. Долго жить. Возили. Угу. Всех уже забирали. Понял? А его, блядь, раза четыре возили, возвращали. Короче. Понял? То, блядь, повезли, блядь, привезли назад. Наку не приняли больше. Он вообще ходить к нему. Как его вообще посадили? Хер его знает. Ладно. То уже такое. Хорошо. Да. Забирают, принимают тебя тюряга. Да. Принимают тебя тюряга. Ну да. Самое интересное. Да. И что там? Как на шмон еще или что рассказывал? Ну, нет. Ну, в момент. Ну, вот как интересно. Ну, что-то интересное, наверное. Интересное, начинай. Ааа. Все интересное, интересно. Ну, вот тюряга. Вот первые минуты, часы, там, ты заезжаешь на тюрягу. Бля, страшно было именно... Какой карантин? Да, смотри. Не, секунду. Да еще до карантина. Тут еще до карантина три раза обосраться можно было. Ну, 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 вот это давай. Вот это, когда на шмон, ты помнишь, привозят? Это вот ты по продолу идешь, там шмонают, ну, в конце. Тут парашют. Ну, приврат. Да, приврат. О, забыл уже даже, как это называется. Поним? Не сижу уже долго. Но приврат, когда заводят, ты идешь, бля, тебе 15 лет, а с тобой дядьки, бля, рецидивисты идут. По 50 лет там просидели, по 30 лет просидели. Ну, понял? И ты же туда идешь, а там же раздевают до трусов. Ты же еще такой, укусик тебе 15 лет, и что-нибудь там и стыдно. Ну, потому что ты же еще не конченый там какой-то, ты понял, там не присидел там 30 раз. Ну, понял? Да. Не каждый день перед мужиками, бля, 40 человек раздеваются. Да, 40 человек, и все раздеваются, писяны, присаживаются, жопу показывают. Торпедный шляк еще по дороге тебе. О, это ты попал, малой. Все там по чуть-чуть, не знаю. Вот это самое страшное было, именно начиная с самого начала. И вот это, когда ты идешь по продолу, и вот куча гул такой стоит. Бу-у-у-у, там все, начинает, жал-был там, кто-то там, бля, кони тягают там, еще там что-то там, дороги там, все, ну, короче. Вот это было стрёмно. А потом, когда уже, ну, в принципе, когда открывают двери, там вообще, бля, обосрать кого-то можно, ну, именно нормально. Я не слышал через вытяжки, когда тебя заводят, ведут по продолу через вытяжки, кричат малометки. Вот когда, да, меня тоже больше всего поразило, когда, когда ты, не, когда ты заходишь просто вот на корпус, понял, вот тебе мусор завел, пока ты там вот это получаешь, там вот эти вот всякие лантухи, смотришь на продол, а каждый, помнишь, что это где луна была, там вытяжка, дырка тупо на продол. Да. И с этой вытяжки, вот с каждой хаты какой-то движ, ты слышишь. Тупо кино. Очень страшно. А, очень страшное кино, да? Да. Очень страшное кино по-настоящему, понял? Ну, ну, и в какой ты карантин попал? Бля, честно, я даже не помню. Уже. 301, 307. А, 301, да, да, да. А с этим... Борода? С бородой. Ну, это, блядь. Ну, за угон машины, блядь. Ну, борода взрослые, блядь, этот козел. Да я понял, не, не. Да не, у нас какой-то такой маленький был, простой штемп там. Ну, наверное, все, наверное, значит, они. Не. Вот ты заходишь и... Да он мог просто уехать уже. Честно, не помню, потому что я... Он в тысячном году? Ну, да. Представляешь, 22 года назад, ну, блядь, я там особо не помню уже, куда ты заходишь там. В карантине? Ну, ну. И шо? И шо? Ну, что зашел и... Жил, был, потом, короче, прописка там, то, сё. В карантине? Нет, подожди. Нет, 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 нет. Прикипал и редки развели куталом. Нет, 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 нет. В карантине, в карантине были, ну, там, в принципе, все. В карантине, то ты первый человек, единственный в своем роде, который проходил прописку в карантине. Лошара разовый. Не, подожди, давай. Вот, друзья, который проходил прописку в карантине. Давай, мне интересно, подожди, интересно, знаешь, шо? Ты когда заезжал на малолетку, как ты выглядел вообще? Ну, да. Как ты был одет? Да. В чем? Ну, то есть ты нормально на свободе? Одевался? Или такой бомжеватый был? Да не, нормально, я же нормально зарабатывал. Нормально. Я, в принципе, тогда зарабатывал больше, наверное, чем сейчас. Ну, на Рибаках, на Адиках, да? Ну, в кроссовках. Кроссовочках, да. Это что было за время года, когда ты заезжал? Ну, лето, осень, зима. Ну, май, май, май. Лето, да, практически? Ну, весна. Конечно. То есть ты на каких-то колесах, ну, то есть на кроссовках заехал? Да, да, я уже понимаю, на что-то намекаешь. Нет, чтоб понимать, к тебе кто-то подходил? Штату определяется вообще человек, когда ты видишь малолетку по колесам. Ну, в школе как у вас было? Нет, это... Обращаешь внимание на кроссовки? Да, да, да. Ты учился где-то в бурсе, может? В школе 158-й был сначала, а потом... А в бурсе я был там 3 дня, в 25-й бурсе. А, в 25-й? В 25-й бурсе. В 25-й бурсе? В 25-й это вон воскресенье. Да. А, все, я помню. Ну, короче. Где я на бокс ходил? Ну, 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 ну. Заезжаешь ты в карантин, в карантине ничего интересного не было. Не разболите в карантине там? На двориках. Не, в карантине не разболи, нет. А на двориках? Не могу сейчас, блядь, вспомнить карантин, потому что такое там, блядь, уже давно было. А вот в хату там такое, ну то, что, блядь, в хате разболи это разболи сразу. Я помню, блядь, не помню. Я всю жизнь заполнил. Я, блядь, не помню. Я, блядь, не помню. Короче, полностью. Или что-то что-то не хочешь говорить. Да, не помню. Лагерь помню хорошо. Да, лагерь такой. Ну, прикинь. Ну, прикинь. Мы очень хорошо запоминаем вещи такие, которые очень знаковые. Знаковые, да. Когда нас сильно страшно. Когда, блин, ну, какой-то что-то происходит, какие-то действия, что-то с нами очень новое и это очень страшно. Нет, смотри, Серега. Бывают, что люди забывают знаковые какие-то события, но если они были трагические. Понимаешь? Что с тобой произошло? Может твоя память специально хочет забыть? Да, заблокировала вот это вот. Давай, давай. Давай, раскрывай. Да, давай, раскрывай. Да нет. Во-первых, это было 22 года назад. Понятно. Какая разница? Смотри, ты успокойся. Смотри, ты успокойся. Для начала не почувствуешь. Нет, ты виллу сразу защиту. Включил и начинает нападать. Успокойся. Ну, карантин. Смотри, расслабься. Карантин. То есть... Я карантин вообще не помню. Ну, хорошо. Давай. Какой номер хаты. Важно, как ты заходишь. Да, вообще. Как тебя дружочки вот встречают. Как ты заходишь. Вот прикинь, в хату. Первый раз матрас. Я то, что помню, я заехал и короче в хате был, сидел штемп, с которым я непосредственно общался здесь на свободе. Это точно нос. Ага. Да. Ну, потому что мы здесь играли. Строищевский? Да. Саша? Строищевский тут сразу на первой клумбе живет. Ну, вот он сидит и нас смотрит. Может, он на привет сейчас передает. Привет? Да, видишь? Я тебе отвечаю. Он уже разлюхает. Я тебе говорю. Сейчас подожди. Вот сейчас... Если носа много. Я тебе говорю. Слушай, в комментариях сейчас все напомнят, что было в карантине. Я тебе серьезно. Так что лучше расскажу. Я сам открываюсь. Напоминаю. Мне нечего открыло. Ну, там такого что-то... Так не может быть, что ты не помнишь. Ну, карантин ладно. Хорошо. Хата. Что в хате было? Сколько ты на тюряге просидел? Подожди. Я бы не стал вот так переворачивать страницу. Так ладно, все. Ну, ладно. Мы вернемся еще к этому моменту. Карантин. Я нормально помню. Именно, блядь. Вот взросляк уже помню здесь. Охуенно. Потому что где там было... Нинтересно, ну, понятно. Уже все... Ну, вот мне... Шо-шо, вот я скажу так, что вот взросляк мне тюряга понравилась. Ну, потому что было интересно мне было. Вот мне именно понравилось. Потому что по сравнению с этим... Понравилось? Да. В натуре. Но мне именно, потому что я, во-первых, сидел в хатах, в ухоенную. Понят. А какие моменты понравились? Можешь так делать это? Три. Три. Самый понравился. На взрослыке. На взрослете. На взрослете. На взрослете. Блядь научился делать самогонку угнать. А что, ты бухал? Ну, блядь, ну, тогда было, блядь, ну, тогда там бухал, потому что тюряга, не было там наркотиков. Ну, тебе по тяге было самогонку, для тебя это достижение. Блядь, у нас делали такие алики только. Да, вообще. Именно такие уже бабки, знаешь? Я с тезкой сидел, понял? Так ты после меня в хате сидел, он с тезкой сидел. Нет. В 1.45? А, в 1.45, ну, может быть, да. После меня? Я никогда не хотел научиться делать. Нет, ну, просто что, у нас такая, ну, когда суп был, смотрящий за это, понял? То, блядь, хата была, ну, тупо ену. Суп или борщ? Нет, да нет, нет. Суп огняло, нет. Часто чем? То, что самоговорили? Да нет, тем, что было, ну, просто, ну, котловая просто хата была. Матова, то есть, была... Так ты что же там сидел? Вы, кстати, вы практически в одно время в этой хате сидели. А, подожди, то есть, ну, крымский был за это? А, нет, он, нет, ты где-то в 2003-м сидел, да? Да. А, ну, да, ты чуть позже. Матова тем, чтобы, допустим, вот был Новый год, понял, Новый год, у всех все отшмонали, короче, а у нас было все порядок. А им все принесли? Нет, а у нас все было заныкано, мы все нагнали, каждому по полтора литра, каждый. У нас сидело 40 человек, и всем было, каждый, не имеет значения, там, от блатных до пи***стов, там, будем там, всем было, бля, по-па... Слушай, в этом, я так понимаю, кайф. Заключается. У всех ничего нету, а у вас в хате даже у пи***стов есть все, да? Да я тебе не про это. Не, ну, ты говоришь. Не, ну, ты говорю, что была, уматывай тем, чтобы была движуха. Уматывай тем, что даже у нас в хате даже у пи***стов было по полтора литра собака. Движуха, карты, короче, движуха, карты, ну, все было, то есть, понял? То есть, хатер был... Так все равно, так это что, классно, типа, вчера? Ну, подожди, давай, мы же, мы у него, давай он расскажем. На тот момент, да. Ну, то есть, было, и тем более мне, так как я поднялся с малолетки на взрослях... Он же так видит, он. Нет, слушай, так как я, бля, с малолетки поднялся на взрослях, мне было только всего 16 лет, понял? Я же приехал... А, ты с малолетки поднялся на взрослях? Да ты не понял. Меня освободили в 16, я в 16 опять сел на взрослях. Как ты в 16 сел на взрослях? Вот так. В плане. Ой, говорю, в 16, в 18 беру, в 18, говорю, пиздец, да, в 18. В 18 с освободился и в 18 сел. Короче, я понял, ты зубы тут не заговариваешь. Не, да. Давай за хату малолетка, в какой хате сидел? Бля, я вот 295, 306, 309. 292, 302, 301, 297, 279. Помни, что в 301 мы поднялись потом, там, мы сначала 207, 207, да, решили? 279. А, 279, да, сначала 279. Первый этаж. Да. А над ними 301, правильно? Прямо над ними. Нет. Да. На 301, 283 или 284. А по-моему, 301 прямо над ними. Нет. Ну, потому что я знаю, что мы поднимались, там, пробыл я в 279, правильно? Да. Да, вот 279 я был, это уже когда, после карантина. 279, это вот так заходишь, спускаешься с лестницы и первая хата налево. Да я не помню уже, ты что, это 22 года назад. Да в плане, там, блядь, один, второй этаж и хаты по две стороны. Ты мне сейчас, ты понимаешь, если ты там вели разговоры, или вы там с кем-то там про малолетку вспоминали. Нет, я просто два раза на малолетке сидел. Нет, я понял, а я тебе говорю, что я до этого даже малолетку последнего вспоминал, знаешь, когда, блядь, 20 лет назад. Я об этом даже не думал. Ты мне сейчас сказал. Тебе в комментариях сейчас все напомнят. Пусть напоминает хорошо, я со всеми пообщаюсь вообще легко. Ну, ну, и что, ты заезжаешь в следственную хату. Ну, и что, заехал в следственную хату и там сидел, короче, вот это нос. Ну, то есть, говорит, приятель, но хороший мой знакомый, с кем, короче, я общался, там, мы воровали, блядь, поэтому, ну, что тебе дальше? Все хорошо было, да? Ну, нормально, то есть, было нормально. Он тебе поклеил, типа, шутил, все. Нет, он подтянул меня, потому что мы стали семейниками. А он уже давно сидел? Ну, там, недавно, ну, там, где-то, может, месяц-пять. Ну, авторитет вес имел уже в хате? Ну, что-то имел, да, ну, не пусть там авторитет. Не самый? На молодец авторитет, ну, что, там были авторитеты. Ну, конечно, ну, в хате. Между собой, да. Не, ну, в хате были. А что, по тюряге, второходы, допустим. Не, ну, да, да. В Чука. Ну, слышал за Чуку. Ну, слышал за Чуку? В Воскресенке он, случайно, нет? Ну, какая разница, ну, Чука. Ну, да, слышал. Ну, второходы все. Муравей. Не, ну, муравей первый хочешь. А ты помнишь, муравей сидел с нами же? Да, и в тех муравьев, кстати. Помню муравей. На пятом отряде, на пятом отряде. Маленький такой муравей берут. Наверное, помню. Ну, да. Так я знаю, я муравей, я помню, он вскрывался туда. Маленький такой. Они заезжали в 2006 году, я его в Тюляге встретил. Муравей, вот когда был движ, когда заезжал, когда вот вскрывались на Белой Церкви. Да. Да, я помню, я знаю. Короче, все. Белого вообще, я помню, блять. Белого тогда 36-го вывезли. Вот тогда как раз был этот замес. Белую Церковь мне... Ну, дальше, что интересно? Ну, прописка, ты же рассказывал, что была прописка у тебя. Тебе дали на растормозку, правильно? Там сколько-то дней. Короче, давайте так, я сейчас вот что хочу. Давайте дадим слону 3 дня на растормозку. И спросим у него за прописку. Ну, да, потому что он сейчас начинает... Давай мы сейчас оттолкнемся. Быстро. Да, вот сейчас в комментариях посмотрим люди, которые напишут по-любому. Как это реагирует? С тобой сидели. Нет, в следующем видео у нас зрители не любят играть. Дидя, 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 дидя. Туда перепрыгивать. Я не Филипп, я рассказываю просто... С ветки на ветку, конечно. Да, не надо. Я рассказываю же тупо. Нет, надо понимать, в чем есть прикол, что надо... Какие-то нюансы, которые вот тебя поразили в детстве. Если бы ты меня спросил бы за Белую Церковь, да. Я бы тебе рассказывал все, потому что там не было... Так нам интересно за Малолетку. Интересно, и там было куча приколов столько, чтобы... И ты же помнишь, было до хуя приколов. Я, если честно, не скажу. Я Малолетку очень хорошо помню. Ну, мне, блядь, не наоборот. Ну, я помню, что... Ну, в лагерь помню. Нет, просто о Малолетке у тебя травма, походу. Какая-то смолонец есть. Слушай, да, видите, какая травма у меня. И ты закрылся. И ты травма. Нет, у каждого... Не было у меня травмы. А у каждого... Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик, чик-чирик. На закладке. Не было у меня травмы, потому что все было нормально. Все-все-все, успокойся. Травма. Смотри, видишь, сразу защитная реакция. Кстати, у нас есть Владимир Стиханов, который психолог. Вот он посмотрит, и он сразу поймет, что ты защищаешься. Да я сам психолог. Да не было у меня травмы, не было. Это идет защитная реакция. Значит, что-то по-любому было. Три вещи не было. Так, все. Три дня на растормозку. И мы узнаем, что было и что-нибудь было. Люди там еще позадают в комментариях вопросы. Как вы думаете, что же все-таки было? Напишите нам в комментарии ваши догадки, что же произошло с этим молодым парнишком. Гадости не пишите. Как вы думаете, на ваш взгляд, скрывает он что-то или нет? Почему он так себя ведет агрессивно? Ну, посмотрим. Все, тогда три дня, и мы возвращаемся к этому вопросу. Так, строгий режим расскажем потом, да? Конечно. Ты же еще лагерь будешь малолетним. Ты еще малолетним полгода будешь рассказывать. Ты сейчас начнешь вспоминать, бля, я тебе серьезно говорю. Ты сейчас откройся, зацепись и как начнешь рассказывать. Молодец. Слушай, оно так страшно на первой. Все нормально. За лагерь до хрена. Там много чего могу рассказать. Кстати, наколки есть какие-то? Вообще нет. Фу, чемпион мира. Все, друзья. Слава Украине. Героям слава. Три дня на Растромовку ждем. Слава Заси. Слава Заси.